На пенсии жизнь только начинается. Так считают, к примеру, участники губернаторской программы «Активное долголетие». На днях активные и позитивные пенсионеры побывали на экскурсии в конно-спортивном комплексе «Звездный» в деревне Шевелкино. КСК «Звездный» — это не только лошади. Это большой культурно-спортивно-досуговый центр, где много всего интересного. Например, есть свой небольшой зоопарк. В нем живут страусы, пони, павлины, кролики, ослик, сова, курочки, фазаны, декоративные голуби. Есть даже ручная иголка «Галя», которую здесь однажды вылечили, а улетать она уже не захотела. Программа «Активное долголетие в Подмосковье» для людей старшего поколения была инициирована губернатором и работает с 2019 года. В городском округе Щелково сегодня в разных ее активностях принимают участие более 5000 жителей. Посещают занятия по интересам, занимаются скандинавской ходьбой, настольным теннисом, китайской гимнастикой цигун, повышают компьютерную грамотность, ездят на экскурсии. Много всего. Но потенциальная аудитория программы в 10 раз больше, в Щелкове порядка 50 тысяч пенсионеров. Так что одна из задач властей – вовлекать в «Активное долголетие» новых участников, желающих и на пенсии жить полноценной жизнью. В программу приглашают женщин с 55 лет и мужчин с 60. В КСК «Звездный» два года назад открылся музей под названием «Ратная конница». Экспонаты для него собирают сами, а также их дарят гости и друзья. Экспозиция посвящена истории кавалерийских частей русской армии, казачества, белого движения, Великой Отечественной войны. Есть истории о выдающихся кавалеристах и их подвигах, о великих полководцах прошлого, верными друзьями и боевыми товарищами, которых были лошади. Кутузов, Наполеон, Суворов, Чапаев, Буденный и даже маршал Жуков, который, как известно, принимал парад победы на белом коне по кличке Кумир. Есть в экспозиции музея даже стенды, посвященные современному конфликту на Донбассе. Гостям музея также разрешается подержать в руках историческое кавалерийское оружие – шашки, нагайки, карабины. Дамам это оказалось не менее интересно, чем мужчинам, знакомым с военной службой. А вот это казацкий карабин. Ему более ста лет. Так вот, сидя на лошади, казаки стреляли с ремнями. Вот. Ну, ремень. В их спонаде ремень не был, поэтому мы его взяли так, как он есть. Особый восторг гостей из активного долголетия в КСК «Звездный», конечно, вызвало посещение конюшен. Лошадь сегодня на улицах городов не такая уж и редкость. Они катают детишек в парках и на праздниках. Но здесь животные совсем рядом. Их можно погладить, покормить морковкой, узнать, как выглядят лошади разных пород. Арабской, Терской, Першеронской и других. Это трохиненская порода лошадей. Зовут его Эфор. Он режим Асти. Эта порода лошадей чаще всего используется в комном спорте, то есть в конкуре. Он у нас такой, скажем так, уже возрастной, опытный конкурист. И учит у нас детей прыгать через препятствия. Что такое конкур? Это преодоление препятствий. В конюшне есть даже солярий для лошадей. А еще экскурсантам рассказали о видах конного спорта, разрешили посмотреть тренировки. В КСК «Звездный» в течение всего года проходят соревнования областного и всероссийского уровня. Поджигитовки, конкуру, выездки, когда лошадь под всадником выполняет очень красивые, почти танцевальные движения. Но есть и обычные занятия, как с детьми, так и со взрослыми. Экскурсия по КСК «Звездный» растянулась на два часа. Зато впечатлений море, и внукам будет что рассказать. Очень интересно. Очень прекрасный музей. Мне очень понравился. Порода лошадей. Я, оказывается, многого не знала. Теперь я узнала. И мне кажется, стоит посещать такие комплексы. Я теперь планирую. Я узнала, что здесь есть гостиница. Я теперь хочу с внуками приехать. Сюда можно приехать просто так, погулять. Вот один человек наедине с животными, наедине с этой природой прекрасной. Понимаете, это очень здорово. И что совсем недавно он открылся, в 2014 году, но уже как великолепно здесь все сделано. Как это умно, продумано. И поездка в КСК «Звездный», и многие другие интересные мероприятия. Все это программа «Активное долголетие». Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok